всем большой привет всем здравствуйте четверг 9 августа 9 10 10 августа да да на курсах и не запомнила а мы не записывались я тоже не запомнила надо мы сегодня писали в обычной тетради чем пришли мы с курсов и решили быстренько вам записать видео сейчас будем убегать потому что нам надо срочно отвозить очередное заполненное письмо для джоб-центра уже третий раз мне приходит письмо что чего-то не хватает хотя всего хватает это проверял петя и действительно всего хватает то есть непонятно вообще в чем проблема я уже и там расписались в общем я не буду вдаваться прям глобальные подробности но просто это реально странно и время идет и я вообще просто в шоке вчера так разнервничалась потому что ну вот когда второй раз я отвозила письмо я была уверена что все заполнено правильно я была уверена на все сто процентов мне помогал петя очередной раз его благодарю петя большое спасибо но действительно уделяет много времени и сил на этом поэтому огромное спасибо также спасибо одной девушки не буду говорить имя просила не говорить имя очень большое всем спасибо так вот что я говорю что я была уверена что на этот раз ну точно все пройдет и все будет хорошо и они все быстренько рассмотрят и как бы все наладится пособия наладится и я буду там делать каждые полгода отчет но нет что мы вчера насти расскажи что у нас вообще возмущена говорит почему не утром не днем это ты мне сказал я это моя точка зрения я просто говорю мне интересно почему здесь так германия вот письма разносят не утром не обедом а именно в смысле разносят утром не ну разносят то понятно но именно на приколь письма либо обычно мне письма как приходили я находила вечером когда я утром на курсы я проверяю ящик нет в обед пару раз было так вечером и еще один момент что письма приходит по субботам сколько раз приходят письма по субботам наста поднешне почта работает по субботам ну хорошо я просто говорю что конкретно по субботам приходят или перед выходными и как бы уже ночь хорошо что мы это вышли на улицу взяли письмо потому что это для нас важно такие моменты важны не знаю я говорю то как она есть я ничего не я не то что возмущаюсь просто немножко удивлена просто ты пойми что всем в суббот по субботу я понимаю я просто хочу чтобы был как-то четкий график утром или по обеду но не поздно вечером прошу прощения насчет пикнуть хотела джок-центра так я до сих пор не понимаю когда ты получишь пособие потому что реально сейчас данный момент тяжело да тяжело двоим на одно пособие сейчас как-то пытаются слава богу не хватает денег но сам план ну как хватает на 100 только 10 число хватает да вообще машинку мы не можем починить данный момент ну что это определенная сумма кстати говоря те кто говорят вот нас задает все свое пособие начнем с того что канал общий а не только мой а зарегистрирован он на меня да и не надо делать меня прям каким-то виновником что я отбираю у насти прям пособие прямо отбираю я не знаю почему они так судят не знаю пару раз общий канал канал а плане пособия у нас все определенно мы скидываемся когда не было проблем там никогда на почве там что-то больше потратил мы скидываемся и покупаем ну все как скидываемся до покупаем когда есть возможность я там говорю аня я иду даже не ловарю это вообще все равно говорю вот например покупаю росмане ту же косметику тоже шампуни ну да у нас там это редко бывает ну типа да а так мы всегда скидываемся нас нет такого не дележки там типа нет у нас все как-то не знал такое пишут на это плане а насчет джоб-центра я просто вот они знают я все равно это скажу лично тебя не знают что ты не работающий человек они видят твои выплаты из не выпуска увидели но и зерные выплаты у тебя там на канале типа это не какие-то огромные суммы чтобы за них бороться что вот ты за не знаешь что ты сейчас живешь на пособие но при этом ты должна думать за что вот реально если ты была подна за что ты должна свет оплачивать за что ты должна интернет за что ты должна проездной оплачивать за что ты должна вообще кушать да я понимаю я немного немножко но просто дело в том что такие правила как правило они потом выплачивают насколько я знаю то что там то что не выплатили но вообще я не в том плане говорю стоять и потребую не плане полтора месяца ты знаешь кому тоже задерживали это тоже проблема я не знаю может вот такие правила я не знаю что ли потом они с этим еще не сталкивались к но это их считается у нас там у них здесь даже если допустим тебя прислали там какой-то антрах и тебе надо его заполнить можно произведение выплату пусть любой какой-то да если ты вовремя его там к определенной дате которая указана в письме не отвезешь или не явишься там на термин или что у тебя тоже также останавливают пособие и восстановит его тогда когда ты все там необходимые документы пока обработка до трех месяцев это может длиться до трех месяцев я имею ввиду именно что вот за наш канал сейчас проблематично что типа мне кажется как будто они может нашем городе не знают что это такое и как правильно из-за этого так долго тебе вот можно возможно я не знаю зачем они так хотя просто действительно очень странно вот все все что заполняла там все было правильно все не вот заново я это опять я уже и на e-mail отправилась как мне посоветовали да я сама знала забыла пишу на e-mail они быстрее обрабатывают на e-mail и что еще сегодня сделала мне там отказали в помощи позвоните меня на термин записать переводчиком джон центр потом мы с нас на перерыве попросили петю он сказал в обед сможет и мы сидели сидели на перерыве я говорю нас давай я сама позвоню я позвонила в джон центр записала сама себя на термин попросила с переводчиком взяли мой нет мобильный номер ну да и бы конечно вот и сказали что коллега перезвонит на немецком представка я единственная ошиблась я неправильно сказала дату рождения двухтысячный короче 2000 перепутала с этим что я сказала вести ты сказал до своих лунда короче она на свой 1000 хунда что-то ну короче я перепутал она поняла она очень докладывала девушка по телефону она с таким каким-то аж как будто учитель был хороший приятный как будто ей нравилось да и что-то реально понравилось что я звоню и пытаюсь хоть как-то объясниться ну ты же перед этим ей сказала аня еще такой момент типа говорила с ней говорит уточнила типа здравствуйте извините но я плохо говорю на немецком языке поэтому мне нужен переводчик она поняла и это было довольно приятно у нашего переводчик мне нужен на термин да на термин но по ней было реально по телефону было слышно по голосу что она такая знаете в настроении приятно что это хоть как-то что-то пытаюсь сказать ну вот буду ждать звонка очень надеюсь что дадут мне все таки термин с переводчиком потому что без переводчика я ничего не смогу решить а также нововведение именно у нас в городе не знаю как в остальных за все города и земли мы не рассуждаем а знаем только то что у нас джоп-центре с октября месяца переводчика больше не будет ну то есть бесплатного думаю что не только нашим джоп-центре ну вообще в каждом джоп-центре нашего города вообще их не будет теперь самостоятельно вы идете либо нанимаете себе переводчика и идете и не обобщай мы говорим только за свою за я думаю как мы с вами предполагаем это что быстрее конечно же люди изучали немецкий язык и так давно пора и как можно быстрее я так думаю шли на работу конечно не знаю я очень надеюсь что как можно скорее мне назначат термин потому что действительно переживаю ну представьте я думаю каждый понимает мое положение и вообще честно говоря ситуация это да они оттягивают дату за даты прислать ну зато моя совесть чистая пошла сама рассказала о канале все это предоставила а теперь будем ждать и будем надеяться что все решится конечно же до конца месяца до конца месяца они решат хотя бы проблему и я не знаю но вряд ли не знаю не думали бы дали тебе в конце месяца пособия посмотрим будем держать вас в курсе 1308 надо выдавать быстренько поедем отвезем в ящик закинем письмо конверт еще надо купить подписать чем как-то так у нас уже завтра выходной для выходных будем дома завтра у нас будут тиреум изучать немецкий да и нам придут кое-что починить потом покажем все всем пока всем спасибо за просмотр за лайк надеюсь и за комментарий пока пока